ЖКХ сейчас справедливо считают одной из самых проблемных отраслей, а восприятие негативных отликов чуть ли не частью должностных обязанностей коммунальщиков. Мы решили взглянуть на проблему под другим углом и дали слово одной из управляющих компаний города. Многим горожанам знакома самая молодая на Печорском рынке жилищно-коммунальных услуг компания «Север Трансстрой», которая с точки зрения некоторых поступила не совсем прозорливо, взяв на обслуживание, пожалуй, самые проблемные печорские дома. Среди них известные в городе общежития, на которые все давно уже махнули рукой. Вместе с новообретенным жилищным фондом компании достались огромные ремонтные работы, в том числе и по предписаниям прокуратуры. Наша компания начала работать с 1 июля 2011 года. По сантехнике у нас выполнено в пределах 2800 заявок, только чисто по сантехнике. Не считая, что заявки по кровле, по электрике в пределах 870 заявок у нас идет. В общем, за 4 месяца мы почти 4000 заявок выполнили. Эта организация только начала в первый раз, когда вошла именно в систему ЖКХ. 4000 заявок за неполные 4 месяца – это капля в море. Десятки вывезенных машин мусора – только начало необходимых работ. И все это на фоне тотальных неплатежей. Сборы жильцов печорских домов пока что не покрывают даже зарплаты работников компании. По этим домам у нас собираемость 1 300 000 – 1 400 000. И вот такие вот дома, и такая площадь. Разве на эти деньги можно существовать? Мы уже потратили порядка 808 тысяч, я там просчитала это самое, это шифер, это остекление, это пиломатериалы видели. У меня уже полтора вагона, вот сейчас второй вагон пришел, полвагона я уже потратила порядка 40 кубов, только на ветхое аварийное. Сейчас еще 80 кубов стоит, значит, тоже на ветхое аварийное. Тоже за свои деньги. Вагон, извините меня, стоит сейчас 500, с доставкой где-то 550 тысяч. То есть вот такая ситуация. Компания закупает необходимые для ремонта материалы, используя собственные финансовые резервы. Но это не продлится долго. Без вливания извне капитальный ремонт почти доведенных до нежилого состояния общежитий не потянуть. На сборы с жителей надеяться не приходится. На одного добросовестного плательщика приходится в три раза больше мертвых душ, прописанных даже в туалетных комнатах. Взять, например, Первомайскую 15. В общежитии прописано 163 человека. Начинать с нулевых комнат, это то есть санузлы душевые, и дальше до шестого этажа, который идет пристройка. Реально здесь проживают 50% жильцов. Хотя выставляются счета, допустим, на обслуживание, на все остальное, на полностью на 163 человека. Реально сбор 2-3 тысячи в месяц. Хотя, допустим, в это общежитие нужно делать капитальный ремонт. Там объемы работ большие, начиная с канализации отопления и кончая кровлей, застеклением окон и всего прочего. Объем работ настолько велик, что сейчас специалисты Севертранстрой выполняют заявки еще за август. Зачастую вынуждены пренебрегая мелкими коммунальными неприятностями для исправления более глобальных проблем. Все-таки на нас у зима, и подготовка к ней – первостепенная задача. Если какие-то неисправности или аварийные работы, мы же их выполняем, опять же, у нас ветхая и аварийная подготовка к зиме сейчас. Не в лучшем состоянии дома даны, и мы стараемся хоть что-то подлатать, хоть что-то хотя бы подготовиться к зиме. За три месяца, конечно, эти дома объять невозможно. Честно говоря, ситуация с общежитиями кажется безнадежной. На капитальный ремонт сразу всего здания нужны огромные деньги. А если делать все постепенно, велика вероятность, что к концу общих работ придет в негодность то, что было исправлено в первую очередь. Однако у коммунальщиков руки не опускаются. В качестве итога следует сказать. В некоторых случаях нужно смотреть на вещи реально и не ждать, что за несколько месяцев даже у самых рукастых мастеров получится сделать то, что до них не могли выполнить годами. От чиновников же и жильцов коммунальщики ждут, если не помощи, то хотя бы терпения.